Каким будет на этот раз час контроля, не знал никто из участников совещания. Доклад начальника контрольного управления до последнего держится в строжайшем секрете. В нем все невыполненные поручения главы региона. Сегодня общей проблемой для всех муниципалитетов стал капитальный ремонт многоэтажек. Провели его еще далеко не во всех домах. Почему ремонта домов-то нет? Ну если, коллеги, я понимаю, когда мы говорим, денег нет, дефицит, но если деньги в фонде есть, а ремонта домов нет, тогда непонятно. Работы по 37 домам завершены, и всего 349 домов оставшихся будут завершены до 1 августа 2017 года. План капитального ремонта реализуется до 1 августа 2017 года. Жильцов этих многоквартирных домов понять можно. Когда они регулярно платили, а ничего все равно не делается, ничего не ремонтируется. Конечно, сложно будет уже других убить в том, что платить на ремонт дома нужно. Сегодня у людей каждая копейка на счету. Каждая копейка. И они хотят понимать, что если все-таки они с ней расстаются, то что они в этот момент получают? С главы Анапы Вениамин Кондратьев спрашивает за отсутствие тепла в домах. Новые многоэтажки сдали без подключения к теплосети. Люди, которые уже успели заселиться в квартиры, вынуждены обогреваться сплит-системами. В середине января эта ситуация просто недопустима, возмущается губернатор. Люди, которые сегодня мерзнут, они разбираться не будут. Вообще разбираться не будут. И когда они уже замерзают, и их дети особенно, тогда они точно пойдут куда угодно. Это будет наша проблема. Если мы думаем, что нашу проблему до нас туда решит, то никто ее не решит, кроме нас самих. Поэтому давайте принципиально в этой ситуации разберемся. Принципиально. И доведем ее до логического завершения. В числе отличившихся и Абширонский район. Там целый ряд невыполненных поручений. Работы по берега укреплению сделаны только на бумаге. А единственный муниципалитет и спорткомплекс никак не достроят. История длится вот уже больше пяти лет. Последний обозначенный срок его сдачи в эксплуатацию был намечен еще на сентябрь прошлого года. Но объект был брошен на произвол судьбы. Из-за ветра и сильного снегопада купол в сооружении разорван. Теперь все осадки свободно попадают внутрь здания на окрашенные стены и пол. Андрей Кенчич, мне важно понять, что вы предприняли для того, чтобы этого не было. Чтобы купол, понятно, даже если он упал, его быстро поднять. Что-то вообще-то в районе поднимается что-нибудь или как? Сколько можно позориться с этим воздухоопорником? На тот момент, когда он был почти сдан, у него процент готовности был под 96. И то, что его не сберегли, у меня складывается впечатление, что это было сделано специально, чтобы не ввели этот объект, потому что он довольно-таки проблемный для бюджета. Готовьте рабочую поездку в Обширонский район. И там реально я хочу услышать все ответы на заданные сейчас вопросы. Андрей Кенчич, это не мне нужно и не краю нужно. Это жителям в первую очередь нужно Обширонского района. Детям нужно. А если детям нужно, значит сон должен был уйти давно уже, пока он не заработает. Как пульсирует жизнь в крае зависит от каждого участника сегодняшнего совещания, напоминает губернатор. От своих заместителей, министров, руководителей департаментов и глав муниципалитетов Вениамин Кондратьев ждет конкретных предложений и решений той или иной проблемы. И в этом вопросе главное уйти от формализма. Не самое главное снять поручения с контроля. Самое главное снять проблему. Проблему, которая на самом деле существует. И я надеюсь, что не нужно здесь гнаться за тем, чтобы сроки, которые определены, были выполнены. Я готов сроки и продлить, если нужно. Но главное, чтобы проблема снялась. Еще раз подчеркиваю, не поручение снято было с контроля, а проблема снята с повестки дня. Проверка исполнения поручений традиционно проходит каждый месяц. Всего глава края уже дал почти полторы тысячи распоряжений. Половина из них выполнена. А значит, исполнительская дисциплина в крае налаживается, резюмировал губернатор. Мария Крошина, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань, 24, Краснодар.